День покраски мира Непонятно где нахожусь И типа либо Вместо того чтобы ложиться спать Проходи Либо завтра не красть на работе И поэтому я Понятное дело решил Поиграть Скажем так Как я понимаю тут вообще До фонаря да как красить Цвет практически не меняется Наконец то ты здесь Осталось совсем недалеко Эх поскорей бы Осталось совсем недалеко Ладно я не пойму по каким правилам Здесь все это красится Или не красится Ну да бухер с ним В принципе Вот и он Вход в пирушку До тебя здесь уже Несколько десятилетий Не было владельцев Какой невероятный Потрясающий момент Надеюсь это не прозвучит Слишком грубо Но что то Ты не в восторге Я даже как будто Вижу огорчение Ну Ну да Есть такое Ох Прости Я просто все думаю О своей ссоре С близким человеком Ясно Хотя Если честно Теперь мне Начинает казаться Что мне Не нужно быть Владельцем Ох Цикория Очень талантливая Художница А я никто Кажется мне Здесь не место Знаешь Я Я же понимаю Что ты чувствуешь Правда Быть послом Жучиного королевства Ужасно непросто Я столько всего Знаю о других Культурах О тех Кто не жуки Для жука Вроде меня Даже просто Говорить на твоем языке Уже очень сложно Ну у тебя Получается Очень здорово Спасибо Всю мою жизнь Мои навыки И знания Были совершенно бесполезны Даже больше Они отличают меня Ото всех Поэтому Мне иногда тоже кажется Что здесь Мне не место До тебя Мне ни разу Не приходилось Видеть тех Кто не жуки Ого Прости Я наверное Слишком Сплошное разочарование Нет Нисколько Ты просто прелесть Мне кажется Ты отлично справляешься Ты очень вовремя Мы уже Мы ужасно Нуждались в тебе А это Правда Важно А я Кажется Впервые Не чувствую себя Бесполезным Поэтому Огромное Тебе спасибо В общем Пора нам Увидеться С королевой Росянкой Во-первых Мне кажется Мы выучим С вами Сейчас Жучиный Язык А во-вторых Мы научимся Лазить А еще Меня Меня Очень Бесит Что По факту Эта локация Никак Не отмечается И то есть Целый Отдельный Регион У нас Скрытый Вот Видите Вот эти Стенки Уж Очень Подозрительно Выглядят Ну Понятно Я застрял В текстуре А Сука Огромный Город По факту Очень Огромный Так Тут Стоит Будка И что-то Есть Подозрение Что Именно Сюда Нам И Надо Значит Мы Пойдем Наверх Опять же У нас Куча Мест В которые Мы Никак Не попадем На данный Момент Никак Не попадем Итак Это Покой Королевы Росянки Стражники Предупреждены Ты можешь Войти Эй Еще Кое-что Ты же Не умеешь Говорить На жучином Да Нет Все В порядке Погоди Минутку Ой Щекотно Да Я у тебя На голове Я могу Тебе Понять Я помогу Тебе Понять Отвратительные Слова Королевы Росянки Тогда Идем Или возможно Этот жучок Сейчас После Приключений Отправится С нами И будет Нашим Переводчиком Жучиного Существо С поверхности Как смеешь Ты входить В наши Чертоги И поражать Нас Своей Милашностью Мы Этого Не вынесем Честное Слово Каждый Новый Владелец Еще Милее Предыдущего Вот Видишь Я же Предупреждал Она Немного Странная А ну Тихо Чернослив Так Ты Поможешь Нам Мы Не знаем Как И откуда Они Появились Но Нас Атакуют Черные Корни Сверху Они Не Дают Бедным Нам Покинуть Нашу Нору Они Пугают Наш Народ У нас С владельцами Заключен Договор О Взаимопомощи Хорошо Я Сделаю Что Смогу Ты Не Говоришь Пожучиному Повучи Это Проблема Чернослив Окажи Услугу Поживешь На Владельчей Голове Конечно С Преликим Удовольствием Но Мне Как То Неловко Ни В коем Случ Моя Мечта Сбылась Я Столько Всего Узнаю О Мире Поверхности Не Переживай Я Не Буду Тебе Мешать И Ушки Тебе Буду Чистить Ладно Ну Ладно Договорились Мы Тоже Хотели Жить Жить На Очаровательном Существе С Поверхности Что Ж Самый Большой Клубок Корней Находится К Югу От Пирушки Как Я И Говорил Наша Стража Пропустит Тебя К Нему Удачи Тебе Милое Существо С Кистью Мы Польщены Знакомством С Еще Одной Владелицей Они Так Редко Сюда Приходят Если Честно Последний Владелец Не Настолько Ж Мил Мы Живем Здесь Очень 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 Давно Но Вы Владельцы Так Быстро Меняетесь Как Грустно Мы Всегда Скучаем Когда То Мы Жили На Поверхности Давным Давно Мы Были Меньше Нам Было Проще Мы Помним Солнце Ярко И Жарко Мы Помним Первого Владельца И Те Дивные Цвета Ах Бесценные Воспоминания А Можно Я Тебя Брюшко Пощикачу Ну Хотя Б Так Ладненько Так Теперь Я Могу Разговаривать С Жуками Как Твоя Беседа С Королевой Она Необычная Правда Нам Редко Выпадает Возможность Поговорить С ней Так Что Ценит Как Же Вас Много О Боже Какое Милое Маленькое Создание Как Тебя Мои Усики А Мои Легантные Точечки Разве Они Не Прекрасны Чужакам Они Наверное Кажутся Слишком Красивыми Вот Такие Странные В Своих Одеждах Вы Без Них Наверное Совсем Некрасивые Или Это Для Защиты От Хищников Мне Так Интересны Обычаи Верхнего Мира Вы Издаете Смешные Звуки Ох Вы Конечно Странные Но Очень Милые Это Кратчайший Путь На Поверхность Но Для Жуков Пауков Там Вряд ли Можешь Ты Вряд ли Можешь Взбираться По стенам Как Мы Иногда Я завидую Жукам Поменьше Они Могут Выходить На Поверхность И Возвращаться Но Мне Это Не Под Силу То Есть Здесь Конечно Лучше Но Иногда Меня Посещают Разные Мысли Давайте Я Уберусь Пожалуйста Ого Привет Впервые Встречаю Жителя Поверхности Это Ух Ничего Себе Это Важное Для Меня Событие Мне Очень Нравится Ваша Культура Я Коллекционирую Ваш Как Его Мусор Восхитительные Прелестные Штуки А У Тебя Не Найдется Мусора Я Хочу С тобой Поменяться На Что-то Из Своей Коллекции Крутая Штука Маленькая Крутая Штука Мебель И Крутая Штука Большая Ну Давайте Начнем С Большого Да Ну Крутая Штука Это Всегда Классно Стол Гриб Ребят Ну Это Же Нечестно Либо Мусора Будет Еще Столько Что Я Прям Не Знаю И Вот Я Весь Мусор Нахрен Спустил На Какие-то Ебаки О Галара Блэр О Теперь Ты Нас Понимаешь Ха Ой Забавный Жучок Жучок. Знаешь, что это за место? В определенном возрасте мы приходим в эти норы. Здесь мы растем и меняемся. Так мы взрослеем. Так мы встречаем волшебство новой жизни. У нас тоже есть такой период. Но волшебным его назвать сложно. Все норы одинаково хороши. Но мы выбираем для себя особенную. Мы говорим, что для каждого найдется своя нора. Некоторые семьи из поколения в поколение выбирают одну и ту же нору. А тебе? Какая нора тебе нравится? Как много всего связано с этими норами? Например, как узнать, что тебе уже пора? Что будет, если кто-то слишком поздно уйдет в нору? Об этом написано много замечательных книг. Но ты, наверное, не сможешь их прочесть. Так, ладно. Норы норами. Но нам нужно всего лишь одно место. Вот это вот. Ох, я не могу. Я не хочу выходить. Пожалуйста, не надо меня заставлять. Там снаружи совсем другой мир. Все такое жуткое. А вот в норке все хорошо. Я знаю, что веду себя немного глупо. Однажды я вылезу. Когда-нибудь. Мне нужно подготовиться. Меня лучше оставить. Ладненько. И по факту нам остается еще пара локаций всего лишь. Ммм. Это ты создаешь все эти вкусные цвета? У меня слюнки текут от одного вида твоей кисти. Не все жуки и павуки едят цвета. Но я ем. И теперь, когда все цвета исчезли, я не знаю, что делать. Пожалуйста, верни их. Парень, вокруг тебя все просто залито этим говном. Сюда редко приходят те, кто создает цвета. С другой стороны, только они и приходят. Потому что королева заключила договор. И мы получаем вкусные-вкусные цвета. И радуемся. Так, тут этот парень стоит. Мне не нравятся эти черные корни. Говорят, они проросли сверху. На поверхности должно быть отвратительно. Я переживаю. Никто не говорит напрямую, но мне кажется, корни вредят королеве. Она такая большая, вдруг корни ее заденут. Ах, бедная наша королева. Меня очень бед... А, вам-то какая разница? Я просто немножечко раздражен тем, что эта пещера а-ля 30 фпс. А потом я вспомнил, что у вас все равно все монтируется в 30 фпс. И вы всю игру так видите. Так, все. Мы обошли весь город. Со всеми поговорили. Так что можем идти. Здесь опасно. Так что я никого не пускаю. Но раз королева тебе разрешила, так тому и быть. Проходи. Всего доброго. Я даже не знаю толком, как выглядят эти заросли. Но так одним глазком довелось увидеть. Какая же жуть. Хорошо, что не мне туда идти. А еще мне рассказывали о черных деревьях. Однако еще никогда они не проросали так глубоко. Дело очень серьезное, да? Ну понятно, у нас на данный момент дорога в одну сторону. блин, как всегда, только закурил. А тут босс-файт. Ладно, пошлите. Ладно, спасибо. интересно а заливка на них работает или нет я думаю нет как я и говорил это все сомнения эти творческие что сдавайся уже что ты тут вообще делаешь я я тебя не боюсь но я это ты я знаю тебе все ты только глянь на себя притворяешься будто владеешь кистью ты правда думаешь это твоя роль ну нет но я стараюсь изо всех сил цикория доверила мне кисть цикория после того что она сказала же ты все еще доверяешь что она думает что она доверяет тебе нет вероятно она меня ненавидит но разумеется ненавидит ты в полном одиночестве только позоришься пора положить этому конец я подал морда ей что-то станет когда я получу урон ох ты ж боже мой вы не поняли да что происходит я все это время водил ее кистью как бы зеркальной а мне нужно было перетаскивать свою не сразу я понял не успел а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, связь с кистью усилена Теперь ты можешь плавать по вертикальным поверхностям Продолжение следует... По определенным вертикальным поверхностям Стоит отметить... Продолжение следует... Ага... Хорошо, потому что... На первый взгляд может показаться, что ничего не изменилось Но все равно спасибо за помощь Поговори с королевой прежде чем уйти Все это, конечно, хорошо, но... У вас тут столько всяких интересностей Вопрос в другом... Нахера я сюда залазил? Поговори с королевой прежде... Ого Как здорово, что ты подружился с владелицей Чернослив очень любит владельцев большой поклонник Он всегда говорил Ха-ха-ха-ха Извини Я не хочу этого переводить Я стесняюсь Мы с Черносливом давно друзья Так что я знаю, как много это для него значит Покажи ему весь этот загадочный мир на поверхности И позаботься о нем, пожалуйста Я немножко знаю ваш язык Чернослив меня научил парифраз Хочешь послушать? Конечно Привет Очень радостно вас видеть А у Чернослива так хорошо получается Извини, я в первый раз вижу такое существо Ого, ничего себе Это что, у тебя такие глаза? Как они вообще? Ух Прости, это, наверное, было грубо Да все нормально Молды 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 На, покушай Оу, привет Всегда интересно встретить кого-то с поверхности Неужели ты здесь, чтобы с нами поговорить? Как мило Так неожиданно Почему ты... Ну я не буду строить догадок Но на всякий случай Я встречаюсь только со своим видом Извини, не обижайся, пожалуйста Просто все очень сложно, понимаешь? Надеюсь, ты не расстроишься Ты правда милашка Надеюсь, ты здесь сможешь найти себе пару Ну, или не здесь Спасибо, парень Я верил в тебя Так, а делать-то больше В принципе, толком и нечего В этом городе Я посмотрю А Вот сюда и слазим Ну, предположим Мы теперь пчела От толку-то Так, здесь мы будем залазить Сюда лезть нету смысла Я не вижу ничего Хотя ладно Давайте попробую Нет, ни хрена Ну что, как там поживают корни? Ну, они... Они поживают Хотя, если подумать Когда я забираюсь в жуткое дерево Оно потом исчезает Оно закрывается Ясно Тогда тебе нужно найти истинный корень зла Это поросль ужасна Но она лишь симптом еще большей проблемы Видимо, только так получится от них избавиться Истинный корень зла Истинный корень зла Но где он может быть? Откуда же нам знать, дорогуша? Явно где-то на поверхности Мы на тебя рассчитываем И все, ты уходишь И разговаривать со мной не будешь И полазить у тебя негде Так, ладненько Я бы с удовольствием Пробежался бы по старым локациям В этой пещере Но уж давайте Как-нибудь в следующий раз Ой Что случилось, парень? Ого, ты можешь лазить по стенам Неплохо для жителя поверхности Спасибо А теперь я могу залезть? И это вот мы здесь где-то были Здесь мы проходили Нам это задавали А, и вот мы оказываемся наверху Ого, ты можешь лазить по стенам Вопрос в другом Где мы сейчас? А, вот она шо Я вас понял Это же то самое место Просто вот тут мы входили Как бы А, привет, Энергоз Я тебя кругом ищу В башне владельцев В полднике Это там Там что-то страшное творится То есть Ты не торопись Но сходи посмотреть, что там Если найдешь минутку Ладно Пойду я домой А вот мне теперь интересно Я могу по всем Нет, не по всем Понятное дело, что не по всем Тут нужно что-то взрывать Судя по всему Будет следующее Какая-то способность Позволяющая нам Плавать Я-то Помню Что ты тут есть Клюв Ну, я буду пчелка с клювом Почему, собственно, нет Какая же, блядь, крепота Ладненько Наверное Наверное Что, не ожидали? А я пришел О, привет Я тут прогуливался И залюбовался Цвета здесь такие красивые Зашел Рассмотреть поближе И увлекся Ты молодец Мне очень здесь нравится Надеюсь, у тебя тоже все хорошо Я тоже надеюсь, что у меня все хорошо Ничего себе Какой петух сидит Ого, обычно тут народу немного Я пилот транспортной службы пикника Правда, сейчас у меня отпуск Поэтому я тебя никуда не повезу Вообще, работа мне нравится Обожаю летать Да, и Охо, и полетов Мне сейчас хватает Иногда, правда, попадаются Вредины и грубияны Но это ничего Меня так просто не напугаешь Я тут, понимаешь Народ катаю Иногда кажется, что Пикник у каждого свой Для меня это Маленькая Уютная провинция Над которой Очень здорово летать Причем Даже для тех Кто немного крупнее меня Тут легко добраться От одного места До другого Почти никто не пользуется Транспортной службой Но для вас Малышей Транссредства Тут огромные Не говоря уже о тех Кому трудно передвигаться Поэтому я с радостью Помогаю всем вокруг Спасибо Дяденька Таксист Очки для плавания Тоже классно Я не знаю Для чего я лазю По всем этим крышам Особенно если учесть Что тут Нет ничего Но возможно С какой-то из них Мы возьмем И Перепрыгнем Куда-нибудь Я не знаю Неплохо 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 Извините И да Ты тут наконец-то Появилась Привет Пойдем Т-100 Т-100 Сырить Да Ааа Прекрасно Отличное место Вывеска Моих лап Дело Да ладно И как тебе Владеется Ну Ты не понимаешь? Даже владельцам нужен отдых, так что найди время и для себя Но как мне это сделать? Эм, извините, я хотел спросить про вывеску Эм, вы тут разговариваем вообще-то Ну, так вот, про вывеску Она что-то не работает, народу совсем мало Я, конечно, не гений маркетинга, но раз уж вы здесь, может, доработаете ее немного? Тебе всегда так пристает? Ну да Теперь понятно, почему ты все время на взводе Ну тогда позволь мне помочь тебе Я чего-нибудь набросаю, а ты доделаешь Как тебе идея? Ну давай, сделаем А, теперь твоя очередь И... Ого! О, да, прекрасно Ваша командная работа помогла создать идеальную вывеску Неплохо, но мне пора Удачи тебе, Энергоз И помни, иногда можно и отказать Люблю тебя Я уверен, что скоро здесь будет толпа гостей С минуты на минуту Приходи позже и убедись Эй, что происходит? Уже сто лет, как я один хожу в эту Т-100 сырную И тут они вдруг Замастерили себе вывеску И тут очередь Вот, блин, тут все так изменилось Что продали душу за бабки Ха-ха Ну ладно, не просто так же я сюда пришел Тебе не приходило в голову, что Т-100 сыр Очень странное название Понятно, что это из-за начинки Но хотя Не бери в голову И что, у тебя уже народ? О-хо-хо Как же тяжело было добраться сюда из Звана ужина Я раз в шесть или семь потерялся Но я наконец-то здесь Очередь будет для меня последним испытанием И тогда я смогу насладиться вкуснейшими Т-100 сырами Эй Нет ничего лучше Т-100 сыра Я пойду туда, куда порекомендуют И туда, куда не порекомендуют, я тоже пойду Я просто очень люблю Т-100 сыр Я никогда не слышал об этом месте Но вдруг все начали о нем говорить Так что я хотел глянуть Но Очередь такая длинная И есть так хочется Может мне стоило пойти в менее популярное место? Мамма миа Ты посмотри какая очередь Мой магазинчик спасен А теперь извини, но я пойду печь Т-100 сырочки Ладненько Хорошо Этот квест мы закончили Я не знал, что смогу влюбиться в логотип компании Он идеален Но вот ведь какая штука Влюбилась Я никогда особо не ел от Т-100 сыр Но это лишь потому, что я не видел ее твоими глазами Энергоз, ты показываешь мне красоту обычных вещей Ладненько Ладненько Все это забавненько Но давайте мы Еще не Biека Влюбилась 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 Ладненько Куда Куда ты полезла, дурочка Все, весь Обеден мы обошли Но Тут, вон я какие вещи А, извините Заметил Я так в этой пещере Настрадался, что теперь Реально я могу по ним залазить Надеть Ну, весьма неплохо, неплохо Нужно помнить, что Полосочки, по ним можно залазить Вот тут кружочки По ним залазить нельзя Именно вот эти вот полосочки Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ребята, наверное, кайфовали Да, когда все это рисовали Субтитры сделал DimaTorzok Короче, я задолбался, так что давайте Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но это еще не все Я тут заметил вот это вот место Оно вызывало у меня много подозрений Блин Что ты тут забыл, дурак Какая встреча? Какая встреча? Так, ну по факту, что-то есть у меня подозрения, что Нам открывается целый новый мир возможностей Я, возможно, угроблю кучу времени на все это Но давайте мы сначала Для галочки Слетаем в полдник Узнаем, что там происходит Цикория, ты меня слышишь? У тебя все хорошо? У тебя все хорошо? Ну я понимаю, что вряд ли Цикория, происходит что-то страшное Черный лес наступает А еще он говорит со мной моим голосом Изображает меня Здесь опасно Пожалуйста, выходи Цикория 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 Ты... Ой Дверь открыта Это портрет Цикории Моя работа Неужели она правда его повесила? Не стоило тебе возвращаться Цикория, тебе нужно уходить из этой башни Здесь опасно Тут происходит что-то ужасное И это ужасное я Я же тебе говорила Все исходят от меня Все уже наперекосяк Все не так Ты меня не спасешь Чем скорее ты остановишь Оставишь меня Тем лучше для тебя Цикория, я... Это все неправда Когда тьма говорила со мной Почему ты меня не слушаешь? Это все моя вина Это все я виновата Во всем виновата я Да хорош тебе! Что за Undertale начался? Мать Цикория, послушай, пожалуйста Эта тьма не только ты Она начала выглядеть и говорить как я Это нечто иное Тогда почему она появилась, когда кисть была у меня? Почему все цвета исчезли? Думаешь, это из-за тебя? Нет, но... Не оправдывай меня Мне нельзя было доверять кисть Единственное верное решение, что я приняла Это передать кисть тебе Прошу забудь обо мне Я все только порчу Прошу забудь обо мне Заново, что ли? У меня память заканчивается, ребят. Сейчас, если эта битва не закончится, у меня будет... Цикория, ты прям думаешь, что у тебя... У меня выйдет лучше, чем у тебя? Конечно. Но ты... Та часть тебя, что встретилась мне на болотах, сказала, что жалеет о том, что отдала мне кисть. Я о многом жалею. Прости. Прости меня. Я не хотел оговорить таких глупостей. Очередная ошибка. От меня никакой пользы. И я, читая таким голосом робота такие драматические моменты... Начинаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Просто уходи. Без меня тебе будет легче. Все эти проблемы от меня. Мне плевать, откуда они. Я не справлюсь в одиночку. Мне нужна твоя помощь. Я тебя не брошу. Так что не гони меня. Я никуда не уйду. Я здесь. Спрятался в самом дальнем уголке. Просто дыши. Ты тоже видишь там себя? Да. Оно говорило так же, как я. И высказывало мои мысли. Так что оно связано со мной. Но раз оно было тобой и мной, значит у нас есть что-то общее. Наверное. Это кисть. Кисть? Когда кисть была у меня, я чувствовал связь с ней. Чем сильнее была эта связь, тем больше я могла делать с ее помощью. Я формировала реальность цветом. Но, возможно, кисть сама творила реальность. Энергоз. Прости. Прости меня за то, что тебе пришлось выслушать на болоте. Это не так, кем я хочу быть. Когда искажения говорят со мной, все мои сомнения оживают. Не понимая, а напоминая мне обо всех моих ошибках. Цикория, ты не такая. Больно слышать, когда ты так говоришь о себе. Я прощаю тебя. Я просто не знаю, как помочь. Знаешь, если честно, не просто помочь. Я хочу быть тебе другом. Я думал, ты меня ненавидишь. А мне казалось, что ты ненавидишь меня. Прости меня. Из-за меня тебя приходится разбираться со всем этим. Я должна стать лучше. Я постараюсь. Но кисть останется у тебя. Глава шестания. Испытание владельца. Ну, типа, давайте продолжим играть. А теперь ты можешь рисовать на воде и плавать. Вот о чем я и говорил. Что открывает еще кучу нам всяких возможностей. Средототочие искажения в пикнике. Находится на вершине этой башни. Подплыви туда и убедишься. Но пока ты еще не сможешь с этим справиться. Потому что ты все еще не полностью владеешь кистью. Разве? Это я виновата. Каждый владелец должен пройти пять испытаний. Одним из них был храм владельцев, который тебе уже удалось пройти. Так что осталось четыре испытания. По одному на каждой стороне пикника. Так укрепляется твоя связь с кистью. И так ты поднимаешься на последнюю ступень. Всего лишнего дня я буду тебя учить. Не могу обещать, что буду идеальной учрительницей. Но я постараюсь. Ладно. Что за испытания? Каждое испытание связано с разными аспектами владения. Ты найдешь испытания на каждой стороне пикника. Цель в том, чтобы сблизиться с кистью разными способами. И заформировать прочную связь. Ладно. Ладно. Вижу, ты нервничаешь. Ничего подобного. Это нормально. Я тоже нервничал. Но на меня так давили. Я справлюсь. Я хочу стать сильнее. Я хочу узнать, что значит по-настоящему владеть кистью. Я хочу помочь всем. И я хочу помочь тебе. Я справлюсь. Ладно. Встретимся на одном из испытаний. У тебя получится, Энергоз. Складывается такое впечатление. Нет, еще 40%. А, точно. Я-то думал, как подплыви к ней. Я ж так же ж могу подниматься. Это самое большое искажение на моей памяти. Оно появилось здесь так внезапно. Сейчас ты не сможешь туда пройти. Твоя связь с кистью недостаточно сильна. Возвращайся, как только завершишь испытание владельца. Спасибо, что верите в меня. Так. Ну и по факту, по факту. Что же мне делать по факту? С одной стороны, я хочу изучать весь мир. С другой стороны, я не то, что хочу изучать весь мир. Я хочу еще и весь мир разокрасить к чертовой матери. Но я понимаю, что с новыми возможностями, которые у нас теперь их целых две сразу, откроется очень много контента. И вот у меня теперь вопрос. Я хочу все это красить. Но не соприкасаться с чем-нибудь. Либо сделать отдельную серию, где я буду просто ходить по всему миру. Точнее как. Давайте я следующую серию сделаю молчаливую. Я позаписываю. Точнее я буду играть на фоне. Бегать по миру, красить, то, сё, пятое, десятое. И если вдруг что-то интересное открывается, я запускаю и играю. Хорошо? Договорились? Окей? Окей. Покедова.